OBD2 код неисправности техническое описание, модуль управления топливной форсункой, цепь или управления, что это обозначает. Этот общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, обычно применяется ко многим автомобилям OBD2, это может включать, но не ограничивается транспортными средствами от Chevrolet, GMS, Dodge, RAM и т.д. Сохраненный код P0612 означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил неисправность внутреннего модуля управления, проблема связана с частью PSM, которая управляет реле модуля управления топливной форсункой. В некоторых случаях контроллер топливной форсунки может быть отделен от RSM, чаще всего он интегрируется в PSM, это экономит пространство, время и деньги автопроизводителей. Аналогичным образом, реле модуля управления топливной форсункой может быть неотъемлемой частью RSM или обычным реле, которое расположено вдали от RSM, обратитесь к надежному источнику информации о транспортном средстве, чтобы определить местоположение реле управления топливной форсункой для данного автомобиля. Каждый раз, когда зажигание включено и PSM включен, выполняется несколько самопроверок контроллера, в дополнение к выполнению самотестирования внутреннего контроллера, локальная сеть контроллера SIN используется для сравнения сигналов от каждого отдельного модуля, чтобы убедиться, что различные контроллеры взаимодействуют должным образом. При контроле функции управления реле топливной форсунки, если PSM обнаружит проблему, будет сохранен код P0612 и может загореться индикатор неисправности MIL, в зависимости от предполагаемой серьезности неисправности, для освещения MIL может потребоваться несколько циклов отказа. Модуль управления топливным насосом, какова серьезность этого кода неисправности? К кодам модулей внутреннего контроля всегда следует относиться серьезно, сохраненный код P0612 может привести к различным проблемам с вождением, включая условия отсутствия старта, каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P0612 могут включать, проблемы с управляемостью двигателя, снижение производительности двигателя, снижение эффективности использования топлива, другие сохраненные коды, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины для этого кода могут включать в себя, неисправный ПКМ, ошибка программирования PSM, неисправное реле электропитания PSM, разомкнутые или замкнутые цепи или разъемы в жгуте SIN, неисправный источник питания PSM, недостаточное заземление модуля управления, каковы некоторые шаги по устранению неисправностей P0612? К сожалению, даже самый опытный и хорошо оснащенный профессиональный техник может найти диагностику кода P0612 довольно сложной задачей, существует также проблема перепрограммирования. Без необходимого перепрограммирующего оборудования невозможно будет заменить неисправный контроллер и завершить успешный ремонт при наличии кодов источника питания ESM, PSM их необходимо отремонтировать, прежде чем пытаться диагностировать P0612. Есть несколько предварительных тестов, которые могут быть выполнены до объявления какого-либо контроллера неисправным, потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, о-метр, DVOM и источник надежной информации об автомобиле. Подключите сканер к диагностическому порту автомобиля и получите все сохраненные коды и данные стоп-кадра. Вы захотите записать эту информацию, на случай, если код окажется прерывистым, после записи всей необходимой информации очистите коды и выполните тест-драйв автомобиля, пока код не будет сброшен или PSM не перейдет в режим готовности. Если PSM входит в режим готовности, код является прерывистым и его будет сложнее диагностировать, условие, которое вызвало сохранение P0612, может даже ухудшиться, прежде чем будет поставлен диагноз. Если код сброшен, продолжайте с этим кратким списком предварительных тестов. При попытке диагностировать P0612 информация может быть вашим лучшим инструментом. Найдите в своем источнике информацию о транспортном средстве бюллетене технического обслуживания, TSB, который соответствует сохраненному коду, автомобилю, год выпуска, марке, модели и двигателю, и выставленным симптомам. Если вы найдете правильный TSB, он может предоставить диагностическую информацию, которая поможет вам в значительной степени. Используйте свой источник информации о транспортном средстве, чтобы получить виды лицевого разъема, схемы выводов разъемов, указатели компонентов, электрические схемы и диагностические блок-схемы, связанные с кодом и рассматриваемым автомобилем. Используйте DVOM для проверки предохранителей и реле источника питания контроллера, обратите особое внимание на реле контроллера топливной форсунки, если оно является внешним реле, следуйте рекомендациям производителя по тестированию реле с помощью DVOM. Если реле управления топливной форсункой неисправно и оно интегрировано с PSM, PSM необходимо заменить и перепрограммировать, при необходимости заменить и перегоревшие предохранители, предохранители должны быть проверены с загруженной цепью. Если все предохранители и реле функционируют должным образом, необходимо провести визуальный осмотр проводки и жгутов, связанных с контроллером, вы также можете проверить шасси и заземление двигателя, используйте источник информации о вашем транспортном средстве, чтобы получить наземные местоположения для связанных цепей, используйте DVOM для проверки целостности заземления. Визуально осмотрите контроллеры системы на наличие следов воды, тепла или повреждений Любой контроллер, который поврежден, особенно водой, следует считать неисправным. Если цепи питания и заземления контроллера не повреждены, подозревайте неисправный контроллер или ошибку программирования контроллера, замена контроллера потребует перепрограммирования, в некоторых случаях вы можете приобрести перепрограммированные контроллеры через вторичный рынок, другие транспортные средства, контроллеры потребуют перепрограммирования на борту, которое может быть сделано только через дилерский центр или другой квалифицированный источник. В отличие от большинства других кодов, P0612, вероятно, вызван неисправным контроллером или ошибкой программирования контроллера, проверка целостности заземления системы путем подключения отрицательного измерительного провода DVOM к земле и положительного измерительного провода к напряжению батареи.